Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Я хочу, чтобы ты мне рассказал хадис, услышанный тобой от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Абу Хурайра начал рассказывать. Я поведаю тебе слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказанные мне и которые я заучил. Но в этот момент он потерял сознание. Спустя какое-то время, придя в себя, он продолжил. Я поведаю тебе слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказанные мне и которые я заучил. Мы находились вместе с пророком, мир ему и благословение Аллаха, в Бейтулахе. Мы были одни. Затем он вновь потерял сознание. Очнувшись, потер рукой лицо и продолжил. Я поведаю тебе слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказанные мне и которые я заучил. Мы находились вместе с пророком, мир ему и благословение Аллаха, в Бейтуллахе. Мы были одни. И с этими словами он вновь потерял сознание. Если в тот момент я бы не подхватил его, то он мог сильно удариться лицом. Очнувшись, он поведал. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне. Аллах соберет своих рабов в судный день, чтобы вершить правосудие. А те, собравшись, будут ожидать своей очереди, сидя на коленях. В первую очередь спросят с тех, кто учился читать Коран, погиб на пути Аллаха и имел богатство. Затем Аллах, обращаясь к тому, кто учился читать Коран, спросит. «Разве я не обучил тебе Корану, неспосланному пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха?» Араб ответит. «О, дама, Господь!» Аллах спросит. «Тогда что ты сделал из выученного? Я поклялся денно и нощно читать Коран. Однако Аллах возразит ему. Ты лжешь. А ангелы повторят. Он лжет. Аллах продолжит. Ты читал Коран, чтобы про тебя сказали, как красиво он читает Коран. И это было сказано, а значит, получил, чего желал. А затем приведут богатого, и Аллах спросит у него. «Разве я не даровал тебе имущество, чтобы ты ни в чем не нуждался?» А тот ответит. «О, да, мой Господь!» «Ты даровал мне много имущества?» Аллах спросит его вновь. «Тогда ответь мне. Как ты расходовал свое имущество и на что его тратил?» «Я потратил его на родственников и раздавал милостыню», на что Всевышний возразит. «Ты лжешь», а ангелы повторят. «Он лжет». Аллах затем продолжит. «Ты давал для того, чтобы было сказано, какой он щедрый. И это было сказано». Таким же образом приведут ко Всевышнему шахида, павшего на пути Аллаха. Творец спросит его. «За что ты погиб?» А тот ответит. «Я погиб, сражаясь на твоем пути, пытаясь заслужить твое довольство». На что Всевышний возразит. «Ты лжешь», а ангелы повторят. «Он лжет». Аллах затем продолжит. «Ты сражался, чтобы про тебя сказали, какой он смелый. И это было сказано. А ты достиг того, чего хотел». Затем посланник Аллаха, хлопая себя по коленкам, произнес. «О Абу Хурайра! Эти три человека станут первыми из числа рабов Аллаха для розжига огня ада». Этот хадис передали Муслим и Банхузайма. «Рия» – это желание человека быть увиденным, замеченным и отмеченным другими людьми. «Рия» – это внутреннее чувство человека, таящее в себе великую опасность и препятствующее достижению удовольства Всевышнего Аллаха, где главной целью становится «пусть меня увидят и скажут про меня». Важно, чтобы старания человека были не напрасны. Сделать главной целью удовольствия Аллаха, а не чужое мнение и оценку. Ведь посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оповестил, что в судный день тому, кто был подвержен и одержим этим желанием, будет сказано «Твои деяния исчезли, и награда за них пропала. Иди, проси ее теперь у того, ради которого ты старался». Смотрите Ибни Абидунья. Вы можете дни напролет проводить в поклонениях, растрачивая имущество на благие деяния, но если для вас не перестал существовать в этот момент весь иной мир, а довольство и похвала Творца не являются единственной мотивацией, то все ваши деяния превратятся в пепел, развеянный по ветру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!